Сегодня у нас бюджетный сетап для видеосъемки. Показываю свой вариант, который я только что использовал для съемки. Ролик на основной канал. В общем, у нас здесь что? Вот этот штативчик Нью-Йорк я заказывал с Алиэкспресса. Он стоил порядка, что-то вроде 2000 рублей я заплатил. Штатив не очень мне нравится. Он немножко дубовый в плане рукулировки башки. Но, знаете, за свои деньги нормальный такой вариант бюджетный. Типа работает, исполняет свою функцию. Есть вот такая вот ручка, которую можно держать. И самая главная его особенность, то что он раскладывается на высоту до 2 метров. То есть сейчас он на половину разложен, но его можно поднять выше. То есть в этом отношении самый большой прикол именно этого штативчика. Значит, вот здесь я засунул, короче, сценарий для ролика. Ну, прикольный штатив, у него там крючок есть, он выдвигается как монопод здесь. Вот можно выдвинуть монопод, там палка такая. Вот. И здесь у нас свет. Апурчур Амаран, так как он там называется, сейчас скажу. Ну, я вам про него рассказывал. Вот здесь вот название модели, ALM9 Lighting Card. Думаю, еще парочку, может быть, потом таких куплю. Классный свет, у него только есть недостаток, то что батарейки хватает ненадолго, аккумулятора хватает ненадолго. И аккумулятора ненадолго хватает. Ну, и дороговато стоит. Есть такой минус. Но этот цвет мне нравится. То есть его можно, как бы, допустим, фоновый свет или накамерный цвет. Ну, хороший яркий свет, можно яркость увеличить. И можно с ним снимать прямо во время зарядки от USB-шника. То есть здесь вот есть USB, USB, micro-USB или как он там называется, mini-USB, я не знаю. Вот. Микрофон. Меня задает вопрос, типа, на который микрофон записываешь. Ну, банальная аудиотехника, АТР-350 на батарейке. Хороший микрофон. Вот сейчас помещение пустое и здесь нету, ну, здесь нету акустики хорошей и очень сильное эхо. Ну, снимать практически невозможно. Вы сейчас наверняка будете ругаться в комментариях. Эхо, эхо, там, знаю и все. Вот чтобы было меньше эхо, да, допустим, в помещении есть небольшое эхо. Но вы вот используете вот такой вот приличный микрофон какой-нибудь, и у вас будет меньше эхо. Или вообще не будет. Вот. Эхо еще можно на монтажной программе выбрать. Я попробую, когда буду публиковать это видео, что-то сделать со звук. Значит, аудиотехника, ну, это такой бюджетный вариант. Средний такой бюджетный вариант. Можно купить подороже, там, что-нибудь получше можно взять. Есть еще вариант бюджетней Boia Bay M1. Тоже неплохой вариант, но она попроще звука. Такой, блин, такой резкий звук. Вот. Здесь у нас что? Здесь у нас Canon 200D с STM-объективом 24 мм. В прошлом ролике мы как раз и говорили про этот объективчик. Знаете, вот сейчас вот, я же снимаю дома в основном. Вот сегодня вот перешел в помещение, где, сегодня вот зашел в помещение, где более-менее хорошее освещение. И вот с этой вот зеркалкой, с этим объективом результат для видеоблога меня на 100% устраивает. Подумывал продать эту камеру, чтобы перейти на Sony, но не знаю, наверное, все-таки оставлю, потому что это реально рабочая лошадка. Рабочая машинка, так скажем. Это реально рабочая лошадка. Да, она недорогая. Да, она простоватая. Да, она бюджетная. Пластик тут такой себе. Кто-то в комментариях ругался, что как можно снимать видео еще в зеркалке. С помощью зеркалки, да еще и Canon, типа, ну, какого хрена, но, знаете, вот, по соотношению цена-результат, ну, лучше пока что, наверное, ничего нет. Вот, за эти деньги можно взять Handicam. Художественная картинка, компактные размеры, поворотный экран с сенсорами, хороший автофокус. Ну, я не знаю, даже, задолбался вам, рекомендовать эту камеру. Не знаю, даже, хороший, хороший вариант такой бюджетный. Сколько стоит этот наборчик? Значит, свет стоит, так как хотел говорить, черный. Сейчас снимаем на портретник iPhone 8+. В общем, сколько стоит наш набор? Давайте немного по цифрам пробежимся. Свет стоил мне в 2003, что ли, ссылку поставлю в описании. Камеру брал за 33,5 тысячи рублей, вот, сколько я помню. Объектив брал тысячи за 12, вот того, микрофон стоил пару тысяч рублей. На зоне брал микрофон. Камеру объектив брал в светном. Штатив брал за пару тысяч рублей, вот, пример такой сэдап. То есть, давайте посчитаем 2000 рублей плюс 2000 рублей 4, плюс где-то 45, да, 4 плюс 45, то есть получается объектив и камера 45, плюс 4, 49. 49, ну и свет 52 тысяч рублей, то есть это у нас комплект для фото, у нее сами комплект, кстати, как для фото, так и для видео. У нас здесь есть микрофон, у нас есть штатив, у нас есть камера, которая делает и фото, делает и видео, у нас есть свет минимальный какой-то. Ну, это совсем минимальный свет, бюджетный. То есть, вот такой вот бумажный пакет для съемки любительского видео. Такой вот мой вариант. У меня есть старая камера Panasonic, но, не знаю, все-таки Canon. Canon в чем-то интереснее по цветам, в чем-то интереснее по автофокусу и стоит дешевле, и оптика стоит дешевле. То есть, когда я снимаю ролик про лучшую бюджетную камеру, там, для фото и видео, и говорю, что это Canon 200D, я ее не случайно и не говорил, потому что она лучшая сэм бюджета для фото и видео. Это не бюджетная камера, когда мне говорят, что на фотоаппарате нельзя снимать видео, вот, здесь есть режим специальный, отдельный, отдельный режим для съемки видео, то есть, как-то нельзя, здесь специальная есть его видеовозможность, то есть, здесь вот развивается, что камера может фото, да, по умолчанию, но есть еще специальный режим видео, вот, то есть, и вспышка есть, можно попробовать ее как-то, не знаю, раздублить, вспышка.